Привет! Всем приготовиться, они нашли повод, обратный отчет уже дан. Сегодня на сайте Роскомнадзора появилось следующее сообщение. Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube. И речь идет, вы только вдумайтесь в формулировке, пользователям видеохостинга YouTube якобы транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Давайте разберемся. Ну дальше, в общем-то, текст больше такой политический. По существу. Роскомнадзор заявляет, что на YouTube демонстрируются рекламные ролики, которые имеют явные террористические призывы. Но проблема в том, что на YouTube нет рекламы на территории Российской Федерации. Вообще нет рекламы на YouTube. И для российских рекламодателей нет рекламы во всем мире. Соответственно, рекламные ролики на территории Российской Федерации транслироваться физически не могут. Если вы видели такие рекламные ролики вы на территории Российской Федерации, то напишите об этом в комментариях. Это будет очень интересно. На мой взгляд, здесь может быть два варианта. Вариант номер один. Кто-то кому-то сказал, что вот там какие-то рекламные ролики с какими-то призывами. Наверное, это вот так вот. Донесли кому нужно. И такие, о, ничего себе, банить их нужно. Не проверяя, не интересуясь, не понимая. Вариант номер два – это просто доведение ранее принятого решения до какого-то финиша. То есть, уже все было решено, но теперь нужно это как-то обставить, оформить, сделать так, чтобы было принято окончательное решение по блокировке YouTube. Соответственно, я вижу такие сценарии. Но поскольку именно риторика повествования больше политическая, выглядит это как элемент торга, если вы внимательно прочитаете данное заявление, то здесь именно чисто политический текст. Роскомнадзор неоднократно отмечал, что американские социальные сети и видеохостинг YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию. Администрации интернет-ресурсов выбрали путь конфронтации, активно участвуя в распространении человеконенавистнических призывов в отношении граждан Российской Федерации. Подобные действия MetaPlatforms и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали. Я думаю, что все, кто умеют слушать и читать, видят то, что здесь написано и содержится между строк. Соответственно, я предлагаю, что, во-первых, напишите, есть ли кто-то реально видел какие-то подобные рекламные кампании, которые содержат незаконные террористические призывы. Во-вторых, еще раз, друзья, сообщаю, вашим зрителям рассказывайте про VPN, про всю эту историю, объясняйте ситуацию, напоминайте про донаты, про поддержку. Сами подпишитесь на мои альтернативные ресурсы, ссылочка в описании. Я думаю, что где-то в ближайшие дни будет продолжение этой истории, возможно, уже с какими-то конкретными сроками. Потому что сейчас это, несмотря на то, что элемент торга, но это явный активный выпад в сторону YouTube, если раньше это были такие больше предупреждения. Но здесь важно понимать, что YouTube и Google – это очень мощная развитая инфраструктура. Это не только поисковая машина, супермощный видеохостинг. Это еще и куча технологий, которые реализованы на крупных сайтах, как коммерческих, так и государственных. Но если государственные сайты даже переносят все свои технологические элементы на какие-то отдельные хостинги, отказываются от использования сервисов, то огромное количество коммерческих сайтов завязано на Google. И блокировка Google, например, это супер большой удар по бизнесу в том числе и, в принципе, по населению. Кроме того, важно понимать, что Google – это еще и Android. Android – это телефоны разных марок, самых разнообразных. У нас, грубо говоря, есть iOS и есть Android. Это доминирующая платформа. И блокировка Google, например, затронет и Android. То есть, ну, здесь огромное количество последствий Google очень сильно интегрирован в нашу жизнь. Я думаю, что те люди, которые причастны к составлению таких текстов, они, в общем-то, не глупые совершенно. Они понимают какие-то вещи. Другое дело, какие цели они последуют, какие у них стоят задачи – это уже далеко не всегда можно понимать со всей ясностью. Соответственно, мы со своей стороны делаем то, что можем. И я также предлагаю, если это как-то поможет, проводить ежедневные стримы, пока это возможно, на платформе YouTube, стараться исследовать ситуацию, отвечать на ваши вопросы, наблюдать за происходящим, предлагать, насколько это возможно, конструктивные решения, искать какие-то выходы. Это такие новости на сегодня и вечером где-нибудь часов в девять. Если все нормально, предлагаю попробовать организовать такой первый стрим, обменяться информацией, подумать, кто и чем будет заниматься, что можно предпринять в таких условиях. Такие новости на сейчас. Спасибо, друзья. Ролик пишется в моменте 18 марта.